Все начинается с момента, что после того, как Годзилла и Гнус устроили бои без правил в центре Сан-Франциско, одна семейка лишается сына. И если сын погиб при подобном уровне разрушений, то как так вышло, что оставшиеся три члена семьи выжили, если должны были находиться все рядом? Да ни за что не поверю, что когда твой город крушат монстры, можно оставить ребенка хоть на секунду без присмотра. Но главное, с первых секунд просто зубы скрипят от пафосности и фальшивости. Мать стоит так спокойно, словно для рекламного постера позирует, когда вокруг дышать должно быть нечем. Так и хочется вернуться в 2014 и сказать Годзиленку, чтобы вернулся и как следует дотоптал этот район. Да, назад в прошлое. А кто помнит фильм «Назад в будущее»? Я так просто тащусь от него, и поэтому зацепил себе футболку с названием этого фильма. Просто Марти Макфлай Омского разлива. Ну и несложно догадаться, где я взял это чудо. На все майки ру. С одеждой от всей майки ты сможешь выделиться из толпы и найти единомышленников. Ты можешь подарить незабываемые эмоции близким, сделав приятный и особенный подарок. Создать свой собственный дизайн в конструкторе или отредактировать уже готовый на свой вкус. Маленькая тайна. С майками ру можно еще и зарабатывать. Для этого нужно стать участником партнерской программы. Переходи по ссылке в описании. Заказывай, вводи промокод «Кинокос 81» и получай скидку целых 10%. И вот, проходит 5 лет, мать успешно пашет на монарх, дочь распространяйка живет с ней и даже нормально завтрак приготовить не может. Горе утраты сына, само собой, ставит крест на браки. И пока батя, словно шарик из простоквашина, занимается фотоохотой, Бывшая жена «Я закончила». Доработала прибор, позволяющий посылать нужной чистоты звуковой сигнал, что позволяет контролировать титанов. И именно в тот день, когда одна из наблюдаемых особей решила появиться на свет. Охуительное совпадение, да? Ну и куда же без дебильной системы безопасности на объекте, где вот-вот появится охрененных размеров непредсказуемая хрень, что свободно позволяют болтаться ребенку. Да и мать года как-то за дочь сильно не переживает. Теперь понятно, почему сына не уберегли. «Ты ебанулась». Дочь и мать поспевают к самому вылуплению монстра, а на рожах такое милое удивление, словно перед ними три новорожденных котенка. Да и весь остальной персонал, либо круглые дебилы, либо под кислотой. Вот кто в здравом уме решился бы стоять в полуметре от подобной хрени? Да, поебы. Ну и здравствуй, жопа, Новый год. Изоляционные лазеры не продержались и трех секунд. А спецоружие, вроде как призванное угомонить мега-личинку, оказывается не мощнее водного пистолета. Но всем спокойно. Эмма, почесав свои стальные яйца, бросается в вольер к бешеной личинке. Потому что подать сигнал с прибора из центра управления никак не получается. Видимо, у супер-пупер-новорочной вандер-вафли радиус действия не больше трех метров. Причем у прибора еще даже не было ни одного удачного или хотя бы пробного теста. «Все получится». Личинка, естественно, своими соплями постоянно мажет. И к маме на выручку стартует дочурка, которую никто не сумел остановить. И правильно, попробуй сейчас только помешай женскому полу самовыражаться. Сразу сексистом окрестят. «Да ты сексист, хренов». За секунду, как личинка сделала бы всем подарок, избавив мир от двух тупорылых куриц, старшая ебанашка, кто бы сомневался, находит нужный сигнал. А следом, младшая уже сует свои грабли в морду личинки, даже понятия не имея, насколько там стабильно работает этот прибор. Понятное дело, что на объекте, где даже малолетку остановить не могут, с охранной полная жопа. Поэтому его без труда захватывает дюжина бойцов во главе с Тайвином Ланнистером. И просто, чтобы показать, насколько он злобный козлодятел, он валит ни в чем не повинного человека и забирает куриц вместе с прибором. А пока в Сенате ведутся слушания между правительством США и корпорацией «Монарх». Повестка? Что же делать с монстрами? Правительство за то, чтобы всех уничтожить, так как они представляют угрозу всему человечеству. «Монарх» напротив, от лица которого выступает все тот же доктор Серизава, который так и не отказался от своих тяжелых наркотиков и все так же несет несусветную дичь. «Вы хотите сделать Годзиллу нашим питомцем?» «Нет, это мы питомцы». «Крышак-то поехал». «Да, поехал малость». Слова наркомана дополняет его коллега Извращенко. «Своего рода симбиотические отношения». Ты-то уже показала свои симбиотические отношения, так что сидела бы и помалкивала. Ну и когда фильм построен на похуйизме, то его героям похуй. Ученые на заседании, где зависит судьба их организации и титанов, просто встают и уходят. Находят отца семейства, сообщают, что жену и дочь похитили вместе с супер прибором. «Я знаю, что это. Я создал прототип». «Ничуть не сомневаюсь». И поэтому, кроме него, больше никто прибор не отыщет, так как жена, видимо, собирала его вечером дома под одеялом. И нет больше ни одного специалиста, кто был привлечен к созданию такой сложной аппаратуры. Марк с лету соглашается и по пути на один ебутый объект узнает, сколько на земле обнаружено титанов. «17. Ну это просто объедь». Почему объект ебатурый? Ну, во-первых, он построен в непосредственной близости, где в спячке находится Годзилла. «Для отслеживания и изучения Годзиллы на его территории». Плюс, за пять лет забубенит такого размера и сложности подводный объект, да монарх бы уже миллион раз разорился бы. «И вот о чем это говорит. В городе полно избалованных придурков, которым некуда деньги девать». Плюс, на ебутом объекте работают сплошь одни д***ьёбы. Военные д***ьёбы. «Да кому нужен этот гигантский червяк?» Ученый д***ьёб Петросян, мастер на все руки и по всем наукам. «Возьми ключ побольше». Милая китаяночка-палеонтолог, для увеличения кассовых сборов в Китае. Постоянно бормочащая о китайских мифах, которые здесь как ни пришить п***я рукав. Ну и заправляет всем этим балаганом комбо. Военная чернокожая лысая баба. Охрененно. «Так оно и есть». Вот какого хрена этот лыбящийся молокосос забыл на секретном объекте по спасению мира? Да он пока ещё во всю сортиры зубной щёткой должен чистить, а не сидеть среди больших дяди и тёть. В верхушке монарха уже известно, кто стоит за похищением куриц и опасного прибора. Но усилить охрану своих объектов даже не подумали. И поэтому обреки Ланнистера на раз захватывают объект в Антарктиде, где находится самый грозный и невъебенный Титан. Антарктида, минус 60, сильный боковой ветер. Поэтому шапки для слабаков. Походу здесь все фанаты ночного дозора. Блин, у дочки с матерью какое-то странное психическое отклонение. Постоянная тяга куда-нибудь приложить свои грабли. «Они не головой думают, а своим сладким местом». На только что захваченной базе упыри в секунду обретают знания управления всей инфраструктурой и принимаются ударными темпами бурить замёрзшего Горыныча. А пока, через просмотр домашнего видео, нам пытаются показать любящего, тоскующего по семье отца. Как же это всё уныло и заезжено. Заебалить. И тут вдруг Годзилла доказывает прямоходящим кретинам, что нехрен строит дахья миллиардные базы вблизи хреновины, которую убить нельзя. Он никогда не подходил так близко. И вот по полной обмочив штаны, лысая Афробаба даёт команду. Вот с этих вот пуколок мочить Годзиллу. Видимо забыла, что того ядерные бомбы не берут. Но вовремя вмешивается Марк. Если вы не уверены, что сможете победить, опустите оружие. Ну да, и все, конечно, сразу же послушали залётного фотографа. Ну и дополнив маразы Марка, опускают ещё и щиты. При этом Годзилла почувствовал, что где-то в Антарктиде вот-вот пробудится Горыныч. И поэтому без какой-либо логики в своих действиях, решил устроить световое шоу рядом с базой людей и лишь потом отправился в Антарктиду. И всё только для того, чтобы дебильный сценарий Нужно идти за ним. Он явно что-то ищет там. позволил людям проследить маршрут Годзиллы и прибыть в Антарктику перед самым весельем. Ну как проследить? Очкарик просто сопоставив маршруты ящера, выдаёт. Все его маршруты сходятся в одной точке. Антарктика. А вот ещё один уникум монарха. Ice Cube для бедных. Только что был оператором турели на подводной базе и уже в составе десантной группы готовится зачищать базу на Антарктиде. Да потому что я чёрный. И вот армейские чушки всем отрядом попадают в засаду. Так как в армии их учили только пафосно произносить команды, но не о замразведке. Ну а далее это полный пи***ц постановки и монтажа. Марк, находясь рядом с базой в конвертоплане, увидев семью, ломанулся на базу. И хуй как монтаж, он уже им вышел на перерез, впервые находясь в этом здании. Ещё и минуя засаду, куда попала его группа. Но и тут-то бывшая жена и показывает, насколько она сучилась. Конечно, когда защищён сценарной бронёй, можно без оглядки на последствия устраивать подземный взрыв, находясь в его эпицентре. А рядом с базой, лысая военбаба даже не додумалась оставить патруль в пару человек, чтобы на случай, если вот эти вот гниды прорвутся, сбегать им было не так комфортно, как сейчас. Отличное инженерное решение построить станцию прямо над Титаном. Видимо, никто не учитывал варианта, что будет, если 100-метровая хреновина всё же очнётся. Уцелевшие болваны уже слышат звук проснувшегося пиздеца. И всё равно стоят, как вкопанные. А когда змей всё же заставляет баранов бежать, некоторые умственно отсталые пытаются замочить Горыныча из карабинов. Хуже драконов на этом свете. Только американцы. После чего многотонный змей приступает играться с конвертопланом, всего лишь стуча свои морды в иллюминаторы. И тут к разборке подключается Годзелёнок. И нет, чтобы сжечь трёхголового с расстояния, своим голубым самогонным перегаром, берёт и бросается в лобовую. О, полная луна! А по хрену. И вот только когда японский ящер получил пару оплевух, до него всё же доходит. Включить гирлянду и жахнуть по Горынычу голубой отрыжкой. Да только ящер мажет, а змеёныш мочит в цель. Мимоходом ещё сжирает помощницу Серизавы, готовится сожрать всех остальных, как в самый критический момент объявляется поддержка с воздуха. Это не может быть простым совпадением. Короче, змея всё это подкупала. Плывайте, придурки! А Марк, отрядом разорвавшейся ракеты, получает только крепкий сон до следующего утра. Ну и пока воздушная крепость летит к следующему объекту пробуждения Титана, кретины на её борту задаются вопросом. Почему Эмма помогает Ланнистеру? Зачем ей вообще выпускать этих тварей? Как вдруг Эмма раз выходит на связь и принимается нести херню про баланс, так словно её покусал Танос. Я спасаю мир. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Перенаселение. Массовое вымирание, которого мы боялись, уже началось. Много ртов, всего на всех не хватает. Они способ защитить планету. Сохранить баланс. Безупречный баланс. Погибнем мы, если не сумеем восстановить баланс. Я единственный это понимаю. Да, надо выпустить Титанов, чтобы они уничтожили миллиарды людей, ради спасения человечества. Господи, опять эта тупая бодяга. Куда бы Титаны ни шли, за ними следует жизнь, порождённая их радиацией. Что за... Жизнь зарождается от радиации? Охеренно придумано. Марк всё же пытается образумить бывшую, но со съехавшей с катушек пустой, возомнившей себя спасительницей мира, спорить бесполезно. Я могу лишь призвать всех найти убежище. Конченая сука. Ну и сумасшедшая мамашка пробуждает следующего Титана. А Марк снова предлагает дебильный план, на который баба-солдафон тут же соглашается. Ну да, пикануть по птичке ракетами и заставить её следовать за главным самолётом, чтобы дать время воякам на земле закончить эвакуацию. Хотя птичка сидела себе спокойно, приходила в себя после многомиллионного сна, а тут помчалась за самолётом и в конец уничтожила город. Молодец, Марк, помог эвакуации, так помог. Огненный воробей выпиливает все истребители, и вот ещё пара секунд, и он разделается с центральным кораблём. Как именно в этот момент недоумков спасает так вовремя появившийся Горыныч. По скайпу подключается генерал, сообщает, что они хуйнули в тварей новой ракетой. Кислородный разрушитель. Он способен истребить все формы жизни в радиусе трёх километров. Просит кретиноидов валить из зоны поражения, но доктор Серизава всё в своём репертуаре. Адмирал, мы должны сохранять веру в Гадзиру. Ракета приближается, он не лгал. Ну ещё бы он лгал в такой ситуации. Блин, от здешних диалогов можно не на шутку охуеть до истерики. Объявляется Гадзилёнок, как всегда с опозданием, но работу по спасению кретинов за секунду до самого пиздецка проводит успешно. Прямо перед самым ракетным ударом успевает отгрызть Горынычу одну башку, следом охренетительный взрыв, от которого толку, как с козла молока. Горыныч выживает, а вокруг Гадзиллы начинают нагнетать драму. Его жизненные показатели тают. Он умер. Угу, но через 10 минут уже выяснится, что ящер уполз к себе в нору залечивать раны. Он ещё жив. А тем временем змей Горыныч выкидывает нежданчик. Своим рёвом пробуждает всех оставшихся 15 титанов и подчиняет их себе, так как вроде победил Гадзиллу и стал новым королём. Да здравствует король. Что за предятина. Пробудившиеся титаны принимаются разносить планету. А для Таноса в юбке и Ланнистера такой расклад охрененно как неожиданный. Ведь они хотели кончать человечество малость по-другому. Я думал мы будем выпускать их постепенно. По одному. Стоп! Обас... Ну а дальше просто охрененный монтаж фильма. Только что спец по китайским мифам была на центральном корабле со всеми остальными. Херак она уже на одном из объектов монарха наблюдает рождение гигантской бабочки. Херак и она снова на корабле. Либо из фильма вырезан охрененно огромный кусок сюжета. Или более логично то, что создателям просто было на всё похуй. А пока на центральном корабле все учёные задаются вопросом. Почему на Горыныча не подействовала суперкислородная ракета? А у китайской девочки уже готов ответ. Он что пришелец? Да. Он не часть нашего естественного порядка. Давай, Серизава, жги. Фальшивый король. Ха-ха-ха-ха. В логове же Ланнистера наконец-то до сумасшедшей эмы доходит, что Горыныч при помощи титанов уничтожает землю. Это не сосуществование. Это вымирание. И предлагает деду при помощи прибора и громкоговорителей стадиона послать сигнал и остановить титанов. Но злобный дед, конечно же, против, так как живёт по принципу, если воровать, то миллион, если ебать, то королеву, если подыхать, то только подлапами титана. Но при этом весь план матери слышит дочурка, так как по всей базе Ланнистера включена радиосвязь. Ну и малолетка решает действовать и тут же без проблем подрезает прибор и свободно уходит с базы наёмников в закат. Ебал я всё это. Батя же, устав сидеть ровно на жопе, решает найти дочь. И ему без проблем выдают один из транспортников, который в страшном дефиците. При этом коллега спрашивает, каким образом он собирается найти дочь, если понятия не имеет, где она находится. Как? Куда ты пойдёшь? На что получает просто шикарно обоснованный ответ. Она всё, что у меня осталось сам. Ну теперь ясно, где её искать. Сценарий совершенно конченный и мёртвый. Как мёртвый? Что ты говоришь? Но увидев приход гигантской бабочки, Марк передумывает искать дочь. Бабочка приступает общаться с Годзиллой. Учёные решают помочь раненому ящеру, накормив его радиацией. Сколько ядерных бомб у вас есть? Грузятся на подлодку. Бабочка ведёт героев к подводной больничке, где с острой нехваткой радиации отлёживается Годзилла. Попадают в водоворот, который вовсе не водоворот. Это был тоннель в полой земле. Это подземная система тоннелей, которая соединяет всю планету. Да, сценарий к этому шедевру точно рождался примерно так. Выплёвывай. 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 Не могу. И в подводной лагуне, где восстанавливается Годзилла, настолько высокий уровень радиации, что отрубаются подводные дроны. Но при этом Годзилле всё равно не хватает радиации для восстановления. Но ядерной торпедой в него не запустить. Торпедные аппараты повредились при столкновении. Остаётся только найти добровольца. И я пойду. Красава, все остальные сразу выдохнули. И чтобы доктор Серизава от тяжести не высрал свой позвоночник, ему подбирают боеголовку весом не более 10 килограмм. А рядом с Годзиллой имеется удобный воздушный карман, чтобы в последние секунды жизни доктор Серизава сумел как можно более комфортно проститься с ящером. Прощай, доктор Серизава. Мы запомним тебя как человека с лицом хронического запора и мужика, задающего горы тупых вопросов для накала драматизма. Что на проекции? Ты уверен? Сколько у нас есть времени? Что вы предлагаете? Вы видите Годзиру? А что? Есть следы Годзиры? Почему? Мощность взрыва такая, что выбрасывает полностью под лодку из воды. И от подобного удара и перегрузок, что лодка целая, что все ее обитатели кретины в порядке. На лодке даже никто со своего кресла не свалился. И это когда про ремни там знать не знают. Ну и разумеется, мощности 10-килограммовой бомбы вполне достаточно, чтобы Годзеленок уже через пару минут был в полной боевой готовности. У нас до куда работы? Ну а пока монарх всеми силами делает вид, что отвлекает на себя титанов, пока идет эвакуация населения, малолетка уже на стадионе. По-быстрому подрубает прибор к акустической системе стадиона, ведь мамка предусмотрела на приборе точно такой же разъем. Подает на громкоговоритель сигнал, стоп, мудилы и... Атаки действительно на время прекратились. Ну да, громкоговоритель с Бостона услышали все 17 особей, расположенных в разных уголках планеты. Но Горынычу такой расклад не по душе. Трехголовый пулей метнулся к стадиону, но что может стометровая хреновина, плющаяся молниями, против главной героини ребенка, как если только не рушит все, что у нее за спиной. Но когда приходит момент отправиться к своему братику, девочка показывает колоссальную стойкость и мужество, и встречает смерть с отвагой в сердце. Ну почти, потому что именно в эту секунду объявляется наш карапуз и обламывает весь кайф Горынычу. Мой пиздюк. На главном корабле Марк заявляет. В этот раз мы присоединимся к битве. Ну и монарх собрал все силы и пошел в бой бок о бок с Годзиллой. За доктора Соризаву. За Фродо. За Фродо. За Зион. За Трою. За себя и за Сашку. Ну и как же в разгар операции, от которой зависит судьба мира, не поприкалываться и не пиздануть какой-нибудь хреней. Мне кажется, или он подкачался. У Соризава там стероидная бомба была, что ли? Вот ты роды. Не то слово. Но сценарист может и хуже. Тут теперь откуда ни возьмись, Годзилла стал накапливать радиацию. И он вот-вот взорвется, как атомная бомба. А значит у Марка совсем мало времени, чтобы найти дочь. Но дочь пропала. Зато объявляется мамашка на Хамви, хер знает как проехавшая по разрушенному городу. Залезайте! Пошла нахуй, сука. Где Мэдисон? Я не знаю, я думала она там. А ее там нет! Ну да, пробыв всего две минуты на разрушенном стадионе, ночью под проливным дождем, отец сумел заглянуть под каждый камень, что теперь так уверенно кроет, что дочери там нет. И тут же родаки врубают скилл предсказания, и до них доходит, что дочь при тотальном пиздеце могла пойти только домой. Там-то ее и находят под завалами совершенно здоровенькую ванной. Видимо на днях я легенда посмотрела. Параллельно с этим Годзилла все никак не справится с Горынычем, который раз за разом применяет суперудар. То подзарядится от электростанции, то закинет ящера в стратосферу и предложит сгореть от трения словно астероиду. Но благо вовремя объявляется подруга бабочка, и под огнем Горыныча превращается в лечебную пыльцу, которая пропитывает кожу нашего пузатика. Кто блять это придумал? Горыныч не дурак, понимает, что ему может прийти кирдык, принимается добивать ящера. Как тут же семейная парочка, прямо под дождем на коленке чинят поврежденный прибор, и мать решает искупить свою вину за содеянное. И в одно рыло на тачке, при помощи нужной чистоты прибора, отвлекает змея. Горыныч со словами «не в мою смену, сука», неточным выстрелом выводит тачку из строя. Ну а вовремя очухавшийся пузатик спасает тупую бабищу. Сука, уже сбился со счету, сколько раз этот ящер выручал эту семейку. Они ему что, бабок должны что ли? Сука, 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 сука. Впитав пыльцу бабочки, Годжик само собой становится совершенно невосприимчив к оружию Горыныча. Еще и обзаводится новой способностью под названием «А сейчас тебе пи***ц», после применения которой добивает поджаренного змея лежачим. Что это за гад? И сразу мрак рассеивается, наступает утро, а рядом с Годзиллой собираются все титаны. Летающие еще-то понятно, но как пешие-то пересекли Атлантический и Тихий океан. Причем еще и так быстро, хотя пару часов назад еще Евразию и Африку топтали. И задавай тупых вопросов сейчас. Э, куда полетели? А мать кто забирать будет? На черта ее ящер спасал. Хотя такую еб**ашку может и не стоит. Но и сцена после титров с заделом на продолжение, где старый хрен, повинный в разрушении крупнейших городов планеты, свободно колесит по миру и собирает уцелевшие части Горыныча. Пи***ц короче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова